Службы инспекторов ГИБДД – это не только патрулирование улиц и оформление протоколов. Случаются и неординарные происшествия. Те, что требуют проявить волю – отойти от устава и не остаться в стороне. Такое произошло с лейтенантами Николаем Мыльниковым и Алексеем Романовым. Поздним вечером напарники патрулировали улицу Лежневскую областного центра. В тот момент, когда к ним обратилась женщина в слезах. Это произошло здесь, буквально на этом месте. Мы около 7 часов находились на месте очаговаренности, неси в службу. И вот от остановки положила женщина и пояснила, что у нее произошла беда, что ее мужу сейчас плохо, у него приступ, а квартира закрыта. При этом ключ находится у нее. Женщина представилась Светланой. Рассказала, что супругу стало плохо, когда она была в гостях. Скорая уже в пути, но медики не смогут попасть в запертую квартиру. Добраться до места и открыть врачам женщина не могла. Автомобиль такси не приехал на вызов. По правилам отлучаться с поста нельзя, но ситуация нештатная. В первую очередь инспекторы ГИБДД – сотрудники полиции. Их долг – помогать оказавшимся в беде. Мы с коллегой, с моим напарником приняли решение помочь женщине. Посадили ее в автомобиль служебный, посадили ее вперед. Я сел за руль, напарник сел сзади. Отправились по адресу, включили маяки, включили спецсигналы. Путь, который на такси занял бы 20 минут, патрульный экипаж преодолел за 5. На место инспекторы и их пассажирка прибыли даже раньше скорой. Драгоценные секунды не были потеряны. Я вхожу в квартиру, вижу, что муж сидит в кресле. Приступ удушья у него прошел. И я даже не успела ребят поблагодарить, сразу подъехала скорая. Врачи стали его осматривать и потом увезли на госпитализацию. Но вот это, конечно, такая ответственность решительная делает честь вот этим парням. Беда миновала. Сейчас в жизни мужчины ничто не угрожает. Светлана в благодарность написала своим благодетелям в погонах стихотворение. Не всегда украшает скромность, а бывает ненужный стыд. Я сейчас говорю про образ, что для каждого дефицит. Благодарность тогда во благо, если вслух, а не на ушко. Благодарным придет от рада. Даришь благо, тебе легко. Ничего в руке не имея, лишь спасибо. Сами инспекторы в этом поступке ничего сверхъестественного не видят. Они просто выполняли свою работу. Но приятно знать, что по долгу службы помогли человеку, оказавшемуся в беде. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.